Когда вы объясняете, есть ощущение, что нужно пережить некий вид смерти, чтобы этого достичь. И вопрос, какое действие, которое может изгнать это облако. Как можно сделать такое действие? Очень хорошо. Говорят, что это делает свет. Когда мы говорим о свете Торы или о Торе, что это ангел жизни и ангел смерти, то и это мы имеем в виду, что он несет смерть нашему желанию и дает жизнь, вторую жизнь. Когда мы должны перейти от одного мира к другому, от этой смерти, к жизни, мы определяем, что эта жизнь, она хуже смерти. Тебе нужно понять, что то, что они пишут, это не поэзия, что жизнь хуже смерти. Тот уровень, на котором мы находимся, этот уровень хуже и ниже того уровня, который называется смерть, и мы переходим от нашей жизни, которая хуже смерти, к смерти, а потом уже к жизни, которая действительно называется жизнью. Да, верно, ты говоришь правильно, я с тобой согласен. Нужно умереть. Желающий жить, пусть умертвит себя. Так написано. Есть уйма высказываний об этом. Они согласны с тобой. Мудрецы согласны с тобой. Сейчас просто осталось тебе выполнить, и все. Да, мужи? Я хотел бы убедиться, что правильно все понимаю. Если все зависит от мощности объединения. Сегодня я воспринимаю мир, и я чувствую, что я не объединен ни с кем. Это называется ниже смерти? Ниже смерти — это согласно ощущению. Это не просто так, ты философски говоришь, что это так. Мы желание получать. Мой разум ничего не значит. Разум — это я слышу от кого-то, что он говорит мне что-то. Он несчастный, он находится в каком-то таком состоянии, что вот-вот умрет и рассказывает мне, а я чувствую, я чувствую, как он или нет. Или я только слышу. И я буквально рыдаю. Через секунду я выхожу на улицу, беру пиво, сигарету, говорю с другими, забыл обо всем. Он там остался. Это я услышал от него. Это не согласно моим келием. Это согласно лишь воодушевлению. И это не называется, что ты находишься еще в жизни, которая хуже смерти, ниже смерти. Ну, продолжи вопрос. И состояние смерти — это? В сердце. В сердце, когда я чувствую, что я просто не соединен с ними. Да. А когда я соединен, это называется жизнью. Соединен с другими. Когда я соединен с другими. Это называется жизнью, потому что согласно подобию свойств. Свет проявляется в соединении. И тогда все, что изменяется в жизни моей, это только сила объединения. Да. Так в сегодняшнем состоянии все-таки как правильнее себе представить себе объединение? Что-то страшное. Лучше не представлять? Нет, ничего худшего. Ну, сказано, нужно сидеть над зором и представлять объединение. Не достает драматической ситуации? Нет, нет, не надо драматической ситуации. Оставь драмы. Что он говорит? Как называется то действие, с помощью которого мы приближаемся? Кто может сказать? Ну? Как называется действие, благодаря которому мы приближаемся к отдаче? Привычка. 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 То есть маленькие действия, которые против желания. И я привыкаю к этому, и привыкаю, и привыкаю к этому. И потом я уже не могу без этого. Потом я не могу уже без этого. Ты можешь представить себе людей, которые были в Сибири, в этих концентрационных лагерях. Они потом не хотели уходить оттуда. Было много таких, которые оставались рядом с этими лагерями и заканчивали там свою жизнь. Жили там до конца. Не могли даже переехать в город. Не могли. Это так, это привычка. Что поделаешь? Я не могу себе представить. Я научился этому в своей жизни, скажем. Мне было 20 лет. Или 25. Я видел иногда свою маму, которая берет стакан кипящей воды без сахара и кусок черцевого хлеба и ест это. Это врач, умная женщина, такая открытая. Первый раз, когда я спросил ее, она говорит, я получаю удовольствие от этого. Я помню, как это было во время войны. Привычка. Все же вкусы, только таким образом она может их достичь. Рабаш говорит об этом, дает такие примеры, что те люди, которые ели в лагерях этот хлеб, который им раздавали, это было наполовину глины или овес, отруби. Это назывался хлеб. Но вот этот хиссарон, та потребность, то, что дает тебе свет. И сейчас у тебя есть свет. У тебя нет хиссарона к нему. Короче говоря, привычка. И только лишь. Раз за разом. Поэтому это называется усилие. И сумма усилий приводит тебя к необходимой мере. И тогда раскрывается. И как я могу быть постоянным в этом? Только с помощью окружения. Самому очень тяжело человек сбегает. Только с помощью окружения. Да. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok